Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои друзья! С вами ваша Елена. Рада вас всех приветствовать на своем канале. Сегодня, мои хорошие девочки, девочки, именно, ну, кто будет ссорить из мальчиков, то всем также большой привет от меня. У меня для вас замечательная маска для омоложения рук буквально за 5 минут. 5 минут, и ваши ручки как новенькие. Если вы такую маску будете делать примерно 2-3 раза в неделю, то ваши руки, уже постаревшие руки, огрубевшие руки, станут более привлекательными. Прислушайтесь к этому совету, и у вас все получится. Кстати, эта маска мною привезена из Китая, да, мои хорошие, из Китая. Одна Китаяночка уже наших лет, как говорится, ей уже за 50 посоветовала мне эту маску, и я решила ей воспользоваться. Я надеюсь, вам понравится, и мне тоже. Кстати, мои хорошие, этой маской я уже пользуюсь 2 дня, и через 2 дня опять повторю курс этой маски. Мне очень понравилось, уже буквально за 1 день. Надеюсь, вам также понравится. Сейчас я приготовлю маску с виноградными косточками на крахмальной основе для омоложения рук. Я размешала 2 столовые ложки крахмала в небольшом количестве теплой воды. Выливаю в отдельную мисочку и заливаю кипятком. И у нас с вами получится такая кисельнообразная масса. Вот такая кипятить ничего больше не надо. Вот такая живая кисельнообразная масса. Мы ее с вами остужаем примерно до 25-30 градусов. После чего я продолжу. Итак, девчоночки, я приготовила вот такую, значит, кисельную смесь из крахмала. Кстати, из кукурузного. И добавляю сюда примерно капель 5-6 масла виноградных косточек. Ну, примерно так налила. Это вам будет достаточно. Кстати, если у вас нет масла виноградных косточек, можно добавить любое растительное масло. Любое. Ну, конечно, лучше оливковое. Не знаю почему, но, как мне сказали, так лучше. Этот рецепт я привезла из Китая. Вот, китаянки пользуются вот таким средством для ухода за своими руками. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной. Сейчас будем вместе пробовать эту маску. Ну что, мои хорошие, вот такой киселек я приготовила из крахмала, из кукурузного. Можно использовать и картофельный крахмал. Вот такой вот. Сейчас я пропариваю руки в этой смеси. Как я вам уже сказала, примерно 30 градусов у нас температура данного крахмального киселя. Вот. И мы с вами пропариваем наши ручки. И держим их в этой смеси примерно минут 15-20. Самое большое. Больше не надо держать. Все у нас с вами получится, мои хорошие. Все получится. Я даже сейчас смотрю, девчоночки. Вот такая смесь, она уже сейчас делает наши руки. Вот даже подержала еще, ну, минутки 2-3. Делает их более шелковистыми, более нежными. Вообще просто супер. Просто супер-супер-пупер. Вот, девочки, смотрите. Сейчас подержу положенное количество времени и продолжу. После такой маски промываем руки теплой водой и слегка обтираем махровым полотенцем. Девчоночки, прошло буквально 10 минут. И сейчас я смажу ручки кремом для рук и заливки. Вы можете смазать любым другим кремом, какой вам больше нравится. Вот так. Кстати, эту маску можно так наносить же на наши локоточки. Вот так. Супер. 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 Просто супер-средство для наших рук. Просто супер-средство. Руки в отличном состоянии. Если вы такую маску будете делать хотя бы 2-3 раза в неделю, девочки, то ваши ручки будут просто необыкновенно красивыми молодыми. Даже в 60 и 70 лет. Главное ухаживать за нашими руками правильно и вовремя. И надо начинать это делать, конечно же, не в 50 лет, но хотя бы в лет 35. Хотя бы лет 35 начинать. Когда вы уже стали замечать, что ваши ручки начинают стареть. Вот. Примерно так, мои хорошие. Смотрите сами. Любуйтесь своими руками. Вот. Я просто очень счастлива. Сейчас еще одену колечко, которое мне муж подарил на Новый год, девочки. Вот. Не хвасталась, не хвасталась вам, да? Вот. Такой подарок от моего мужа. Вот такой перстенечко мне подарил. Вот. Я очень довольна, конечно, очень довольна результатом. Мне очень понравилась эта маска. И я буду продолжать ее делать постоянно, на регулярной основе. Знаете, мои дорогие, у меня очень много всевозможных рецептов для омоложения рук. Это и скрабики, и всякие масочки. Главное, не зацикливаться на одной и той же маске. Надо пробовать всевозможные маски, которые у нас с вами имеются. Если женщины будут регулярно ухаживать за своими руками, за своим лицом, то, естественно, и выглядеть мы с вами будем моложе. Я надеюсь, что вам этот рецепт понравился. И вы оставите свои отзывы в комментариях и пожелания. Ну, а также я жду от вас ваших рецептов омоложения рук, кожи лица и тела. Надеюсь, у вас такие имеются в наличии. Я всем вам желаю счастья и здоровья, хорошего настроения. Кто снижает вес, легкого вам всем похудения. С вами была ваша Елена. Всех вас очень люблю. Всем пока-пока. Увидимся, мои хорошие.